Праздник Святой Пятидесятницы Несколько веков позже, чем Пятидесятница Потому что он связан с Ветским Заветом, с праздником, который также именовался Пятидесятницей То есть на Пятидесятый день после Пасхи народ Израилев собрался на горе Синай У подножья создали себе такие шалаши, кущи, в которых ожидали пришествия пророка Моисея Который и явился со скрижалями, на которых были написаны заповеди Божии И вот Господь тоже дарованием Нового Завета Который заключался в том, что начинается новая эра Если Ветхий Завет, он только подготавливал человечество в лице одного народа Чтобы воспринять Слово Божие И этот народ, созданный самим Богом, с одной единственной целью И по одному и тому же, по одному признаку Был человек Авраам, который сохранил еще веру Адаму В то, что Бог един Потому что с тех пор, как Адам был издан из рая За свое непослушание И его потомки составили много всяких народов Вот и постепенно они отошли От памяти о том, что весь мир создал единый Бог И люди стали поклоняться разным бадгам Которых создавало их воображением А когда всякая темная бесовская сила увидела Что люди поклоняются разным богам То бесы стали населять идолов И так было устроено, что поклоняясь богам Которые созданы воображением Люди стали поклоняться бесам Сейчас это трудно представить Кое-где целые народы поклоняются бесам Например, в Индии Или на Тибете Очень многие Там, в частности, Гитлер на Тибет Отправлял такие Всякие делегации Экскурсии И всякие такие Исследовательские экспедиции То, что их интересовало Все таинственное Вот А таинственность очень проста Что это Рассадник Всякой бесовщины А всякая-то Шамбала Которая занимается Ну, это просто Вход в ад То есть Кому угодно Пожалуйста Входите Ну, для этого даже Чтобы в ад попасть Так далеко даже ходить Не обязательно Вот Ну, Гитлер Это, собственно И исповедовал Его религия была Конечно, не христианская А антихристианская Потому что Основывался на таких Якобы знаниях Ну, это оккультизм Это то, чем бесы Морочат голову Бедным людям Вот И таких как раз На границе веков 19-20-го Развелось очень много И люди из России Этому делу Весьма способствовали Вызывали там Всяких бесов Спиритизмом занимались Вот Даже Дмитрий Иванович Менделеев Был к этому Весьма пристрастен Потому что Весьма далек Оказался от Церкви Божией Вот И Собственно Не будем сейчас Об этом говорить Но тоже Это всегда приводит К одним и тем же Результатам Такое взаимодействие С нечистой силой И в пределе Обычно приводит К человеческим Жертвоприношениям Потому что Бесом Самое приятное Наслаждение Это когда Либо Человек Кончает с собой То что Для таких людей Покаяния Уже нет Либо Когда одни Убивают других А самое сладкое Это когда Там Родители Убивают Дети Как Со святой Мученицей Варвары Произошло Или как В нашей стране Которая Держит Пока не Побитый Рекорд По количеству Убиваемых Матерьми Своих Детей Вместо того Чтобы их родить У нас Ежегодно Миллионы Убивают С благословения Их родных Папочек Это самое Что на есть Сладкое Для сатаны Действие Поэтому Собственно Ничем Тут Не отличаемся От тех Древних народов Которые Просто Были Дьяволопоклонники В разных Формах Поклонение Там Перуну Дождь Богу Это еще Цветочки Вот А ягодки Это уже Вот Наш 20-21 Век Он как раз Вот эта Бесовщина Она и Приводит Вот К таким Вещам Это просто Прямое Следствие Некто Говорит Да почему Так с народом Сначала Революция Потом Гражданская Война Потом Фашистское Нашествие Потом Хрущев Вообще Добил Уже Деревню Христианцев Как За что Вот Посмотреть Это все Прямое Следствие Безбожия И поклонение Дьяволу В тех Или иных Под Какие-то Такие Христианские Вещи Вот Один из ярких Примеров Этому Моральный Кодекс Строителя Коммунизма Но От этого Суть Коммунизма От этого Морального Кодекса Ну Абсолютно Не Меняется Вот Суть К сожалению Остается Вот такой Сатанинской Как это Неприятно И звучит И вот Авраам Оставался Единственным Человеком Уже На земле Который Верил Так же Как верил В Адам В единого Истинного Бога Господь Его проверял Несколько Раз Вот И Авраам Устоял В непоколебимой Вере В Творца И Господь Ему Обещал Что из Тебя Произойдет Многочисленнейший Народ И дам Этому народу Землю В благодатном Краю Вот это Обещанное Или как по-славянски Земля Обетованная Была В лице Авраама Заповедана Обетована Его Потомкам Аврааму Тут было Сто лет А детей То не было Но Авраам Не усомнился И Господь Дал Ему Сына И У сына Потом Внуки Потом Двенадцать Колен Израилев Которые Явились Основой Этого Народа Который Отличался От всех Только Одним Что Они Помнили Что Они Дети Авраама Авраам Веровал В единого Истинного Бога И что Нужно Уклоняться От тьмы Язычества Которые Есть Сатанизм Этот народ Жил Обетованием Что Из этого Народа Явится Спаситель Мира Ну Как обычно Люди Все-таки Существа Огрубели Весьма Они думали Спасение Будет Ну В каком-то Таком Материальном Плане Будет Еда Будет Политическая Свобода Будет Разрешение На Свободную Торговлю И так Далее Будем жить И будем Возвышаться Радоваться И достигнем Благополучия Вот Но Господь Имел ввиду Совсем другое Царство Царство Которое Не от мира Сего Потому что Более Или менее Благополучно Человек Может жить Ну просто Благодаря Сему труду И Исполнению Заповеди Божией Которая Есть В поте Лица Будешь Есть Свой хлеб Если Человек Согласен В жизни Потрудиться Попотеть Он Обязательно Достигнет Вполне Благополучия Если Не будет Свою Жизнь Растрачивать На всяких Пороках Вот И Господь Предложил Царство Не от мира Сего Это народ Разочаровало Разочарование Всегда Наступает После Очарования Потому что Несмотря на то Что в Ветхом Завете Содержались Величайшие Бога Откровенные Истины Ну например Из Ветхого Завета Мы Узнаем Что Нужно Любить Бога И Ближнего И В этой Заповеди Есть Весь Закон И все Пророки А Это Ничто Иное Как Того Что И Требует Христос Да Любите Друг Друг То есть Новый Завет Он Принципиально Не Отличался От Ветхого Потому что Создатель Двух Заветов Один И тот же Отец Небесный А те Предписания Ветхозаветные Они Регламентировали Жизнь Но С целью Сохранения Народа А не Потому что В них Было Что-то Иное И Христос Говорил Что Я пришел Не нарушить Закон Но Исполнить То есть Дополнить До верха Еще Содержанием Благодатного И Когда Христос Вышел На проповедь Главным Уделом Было Создание Церкви Он Собрал Мужей Как Сам их Наименовал Апостолами Посланниками В этот Мир Потому что Такими Посланниками По первому Замыслу Божию Должен был Быть Весь Народ Израиля Но Это не случилось Как Не случилось И в Адаме Ведь Господь Создал Адама Как Бога Для Тварного Мира Как Высшее Существо Который Должен Был бы Стать Сработником Бога Чтобы Нашу Землю Превратить В райский Сад Распространяя Вот эту Небольшую Часть Где Он Был Создан Там В Междуречье Вообще На весь Мир Он должен Был Выполнить Заповедь Божию Плодиться Размножаться И наполнять Землю И вот Чтобы Человеческий Ум Сердце Все Таланты Данные От Бога Они бы Преображали Этот мир Но человек Согрешил И всего Это Лишился И вместо Того Чтобы Служить Богу Повторюсь Служить Бесам И Служит До сих Пор Бывшая Не так давно Христианская Европа Откровенно Встала На путь Сатанизма Которого У нас Тоже Полно Ну Хотя бы Его Никто Не считает За благом Вот А Те Кто Делают Вещи Сатанинские Они стараются Это никак Не афишировать Там же наоборот Это декларируется И навязывается Как нечто Вообще Благое И очень Даже Прогрессивное И так далее И так далее А это же Просто погибель Вместо Плодитесь И размножайтесь Самоуничтожайтесь И убивайтесь И причем Это творится Именно В христианских Народах Некоторые Удивляются Вот Пошли К какой-то Бабке Младенцу Грыжу Заговаривать А у нее Первый вопрос Ребенок Крещеный Нет Да пойдите Крестите Потом Приходите Почему Ну потому Что ей Сладко Что Сатанинские Манипуляции С влиянием Более старших Но еще Более глупых Бабушек Они Их на это Толкают Почему Но для них Душа Младенца Не важно Что для них Важно Чтобы младенец Кушал А еще Что А чтобы Не плакал Да Вкали ему Димедрола Димедрола Две ампулы И будет спать Как вот Цыганки делают И в метро Стоят Попонаблюдай Часа четыре Ребенок Спит А что такое Ну потому что Мы вкололи Димедрола А можно Что и пошибче И все И будешь Деньги ходить Давать Думаешь Вот на младенца Бедная мама Да ничего Она не бедная Сделай Анализ Генетический Это вообще Не ее Своего Она стала бы Колоть Да нет Никогда И так далее Сатанизм В действии Чьими руками Самих людей И вот Господь создал Церковь Из апостолов И три года Водил за собой Они были учениками Слушали каждого слова Прониклись этим словом Они и колебались И сомневались Один даже Бедный Иуда Отпал Потому что Любовь к деньгам Превысила в нем Любовь К своему Божественному Учителю Они веровали В его божество Из всего Израиля Только и они Уверили Что он Сошел с небес И вот Именно тот Помазанник Мессия Которого Ждал Полторы тысячи лет Народ Израилев Что это Он Ты сын Божий Ты царь Израиля И вот Когда они Приготовились Господь Так Приурочил Чтобы Именно на день Пятидесятницы Также они Собрались В этой Сионской Горнице Чтобы На них Сошел В виде Огненных языков Господь Святый Дух И Это Это Есть День Рождения Церкви Святый Дух Он Их И Научил Говорить На других Языках Что В день Пятидесятницы Как И в день Пасхи Множество Множество Израильтян Приходили Из разных Стран Народ Торговый Вот Именно Единственный Был храм Не как у нас Сейчас В каждом квартале Храм Пожалуйста Приходи Хочешь на ранний Хочешь на поздний А храм был Единственный И нужно было Иногда Преодолевать Тысячи километров Для того Чтобы прийти в храм Помолиться Богу Принести Богу Жертву Умилостивления За грехи Вот Побыть В Иерусалиме Подумать О своих грехах И После этого Возвращаться Уже Туда Куда Забросила Жизнь И вот Апостолы Явились Вот этими Первыми людьми Тем Первым Семенем Или можно сказать Фундаментом Вот этого здания Который есть Церковь Божия Который Господь строит Уже Две тысячи лет Из людей Которые есть Живые камни Этого строительства Камни конечно Разные Есть камни прочные Хорошие Красивые Обработанные Есть Рыхлые Маленькие Которые Больше Напоминают Рыхлую Щебенку Но тоже Господь И для нее Находит Место В церкви Никого Не выгоняет Но Всех Влечет Себе Лишь бы Была Вера Вера во что? Или в кого? А в то, что Сын Божий Господь Иисус Христос Есть Истинный Мессия Посланник Отца Небесного Вторая Ипостась Святой Троицы Который И послал Нам От Отца Духа Святаго Которым Все Совершается В церкви Наливаешь Из водопровода Воды Понюхал Она еще Хлорочкой Пахнет Служим Молебен Освящаем Это уже Вода Святая Понюхал Так же пахнет Хрол Хлорочкой Ничего Ее химические Свойства Никак Не меняются Это только Бесноватые Люди В бреду Там Начинают Рассуждать Что-то Про Катионы Серебра Там Еще Что-то Серебра Особенно Вот Самое Полно Серебра Это когда Воду В реках Освещают Пока Ты Это Освещаешь Она Уже Плыла А уже Черпаешь Совсем Другую Которая У истока Приплыла Сюда Ну почему-то Она тоже Святая Вот что Интересно Вот Это только Ну Как говорится Публика Дура Поэтому Народу Голову Морочить Очень Легко Вот Каждый Год Это Подтверждает Особенно Последняя Религия Которая Возникла Я уже Рассказывал Меня так Поразило Очень Симпатичная Религия Про Бога Кузю У одного Абсолютно Сумасшедшего Человека Наверное Инвалид На вторую Нерабочую Группу Тянет Умер Попугайчик Он его похоронил Попугайчика Звали Кузя И вот И он объявил Его Богом Стал ему поклоняться И уже Десятки Последователей И у них Уже Десятину Он с них собирает В общем Сделал бизнес Неплохой Такой Ну На одну семью Так сказать Уж таких дураков Не так много Но все-таки Достаточно Чтоб Беспедно Прожить И на машину И на бензин И на дом На все хватает Бог Кузя Прошу Любить И люди Фанатично Начинают верить Что у них там В головах Это трудно Вообще понять Но Вот такой факт Есть Чистая Бесовщина Просто Ничем Не замутненная Потому что Человек К сожалению В силу Своей жизни Он Склонен К этому Это По всему Видно Скажешь Правду Не верят Наврешь Три короба Будут Слушать И так Во всем Скажешь Человеку Вот поезжай Там по такому То шоссе На Одна тысяча Четыреста Пятьсот Тридцать Стридцать Километре Будет налево Там Изба Плюнь На каждый угол Потом Избу Спали И Выздоровеешь Человек пойдет Будет делать Если Скажешь Вот тебе Евангелие Почитай Он Это Ни за что Он Одну страницу Прочтет Говорит Ничего Не понимаю Открываем Вышел Сеятель Сеятель Расскажи Что ты Что ты Не понимаешь Вот Вышел Сеятель Взял Семя Стал Сеять Чего Непонятно Вот И все Почему Потому что Вот На всякую Глупость Человеческий Ум К сожалению Падший Ум Он падает А вот Доброе К сожалению Падает При дороге Или на Каменистую Почву Или в Терния И Все Птицы Клюют Люди Затаптывают Ничего Не Произрастает И вот Цель Христианской Жизни Как Учил Один Из последних Наших Церковных Учителей Величайший И святый Преподобный Серафим Саровский Стижание Святаго Духа Каждый Человек Родившийся На земле Он К этому Призван Призван Самим Богом Потому что Как Достичь Небесной Жизни Как Достичь Царства Небесного Царство Небесное Как говорил Христос Оно Внутри Вас Есть То есть Сердце Человека Должно Стать Обиталищем Святаго Духа Какие Есть Источники Святаго Духа Священное Писание Молитва Добрые Дела И Таинство Церкви Весь Человек Исповедуется Пречается Но для начала Нужно Войти В церковь Вход В церковь Осуществляется Через Крещение Каждый Человек Крестившийся И взявшийся За труд Преображения Своей Жизни Хаясь В своих Грехах Прочащаясь Святых Христовых Тайн Он Обожается Его Дела И злых Становятся Добрые Девочка Маленькая Приходит И Вполне Осознанно Говорит Я не Слушаюсь Ей 9 лет Она понимает Что Надо Слушаться А почему Она не Слушается Она еще Пока Не может Злая Воля В ней Сильней Чем Воля Добрая А разум Уже говорит Что Надо Слушаться И вот Если Эта Маленькая Девочка Преодолеет Вот эту Злую Волю Непослушание А Понудит Себя К этой Христианской Добродетели Которая Есть Послушание Она Вырастет Христианкой А если Злая Воля Преодолеет А она Будет Ведьма Бесовская Как и Большинство Ее Одного Пола С ней Существ Которых Населяют Землю И от Которых Нужно Ограждать Детей Которых Хорошо Только Умеют Этих Детей Убивать Вот это Мастерские Знают И совет Дадут Как Чего Вот это Все Научить Че Соврать Ты Это Батюшки Не Говори Это Нельзя Я Знаю Одну Такую Женщину Которая Учила Детей Что Батюшки Говорить А что Нет Ну А что Батюшки Больше Всех Надо Что Или Ты Думаешь Бог Не Слышит Вообще Что Ты Делаешь Это Сумасшествие Полное Прийти К врачу И Говорить Ты Только Не Говори Что У Тебя Болит Ни Но если Врач Толкованно К психиатру Отправить Потому что Странно Пришел К врачу А что У вас А у меня Ничего Всего Так ты Не в армию Идешь А ты Пришел Лечиться Ну да Ты же Девочка Нет Вот Научили И Как Тогда Вылечить Если Ничего Не болит Интересно Когда Болит И то Трудно Вообще Какие Обследования Можно Проходить Чтобы Понять А что С ним Что В головке Что В кишечнике Это Целая Вообще Болезненные Вещи Многие Обследования Их делают Просто И зря Думают Это А на самом деле Не то Так вот Стяжать Святаго Духа Потому что Преодолеть Даже Такой Пустяк Как Непослушание Можно Только Благодатью Святаго Духа Только Она Одна Может Преобразить Человека Изменить Его И вот Старание По поводу Того Чтобы Приобрести Благодать Святаго Духа Так Которая В этот День Пятидесятницы Вот Тогда 0 33 Году Сошла На апостолов Это И вот Та же Самая Благодать Она И возрастает В человеке Со Времени Крещения До Того Дня Когда он Продолжает Духовную Жизнь Которая Заключается В том Что Человек Идет По Ступенькам Покаяния Он Все Время Стремится Ни к Деньгам Ни к Славе Ни к Непыльной Работе А все Время Стремится К тому Чтобы Исполнить Волю Божию Которая Заключена В словах Покайтесь Приблизилось К вам Царствие Небесное И вот Это Шествие Только Оно Одно И Является Духовной Жизнью А наладить Чтобы там В среду Пятьсот Творожка Не есть С сырком Это Дело Очень Простое И К сожалению Ни на Миллиграмм Не приближает Человека К Царствию Божьему Вырабатывать Некоторые Навыки Очень Полезные Волю Дисциплину Внимание Но Не больше Внимание Можно Потом Использовать Для того Чтобы Сплетни Слушать Волю Для того Чтобы добиться И все-таки Вырыть Подкоп В банк Чтобы ограбить Оттуда Деньги И драгоценный Цвет Тоже Воля Очень Нужна Роет Иногда По полгода Подкоп Сильной Воли Мужики А цель А цель Тюрьма Вот Копали Копали Теперь В тюрьме Сидим Спрашиваются Вот Умники То есть Все эти навыки Они могут Пойти И не на то Вот у фарисеев Эти навыки Привели к тому Что они Мало того Чтобы кричать Распни его Они еще И народ Безмозглый Научили Так же Кричать Потому что Любой народ В массе своей Он совершенно Безмозглый Потому что Что-то рассуждать О чем-то думать Анализировать Ну Это всегда есть В любом народе Такие люди Но Основная масса Не способна Живут в мифах Живут в слухах И Живут в том Кто что сказал А ему понравилось Вот на этом Строит Говорит Я считаю Да ничего ты не считаешь Болван У тебя на это Образование нет Чтобы считать Что ты можешь Считать Молчи Лучше За умного Сойдешь Потому что Чтобы что-то считать Нужно быть Специалистом Нужно предмет Знать Наизусть Что ты можешь Рассуждать А у нас О медицине Рассуждают О философии Рассуждают О политике Рассуждают Ну даже смешно О богословии Рассуждают Это вообще Какие-то две тетки Сидят И рассуждают О богословии Умрешь Со смеху А мне говорит Одна монахиня Сказала Дальше Двоеточек Кавычки Открываются Потом идет Какой-то бред Кавычки Не закрывается Потому что Конца в этой фразе Нет А человек Из этого Строит свою жизнь Понимаете На основании Бреда Но разве Это не бесовщина Чистой воды А Дух Святый Он наставляет Людей На всякую Истину И правду Он делает Человека Прозорливым Он делает Человека Опытным Он делает Человека Видящим То Что не видно Другим Даже порой В отдельных Случаев Видят То Что будет Иногда На сто На двести Лет Вперед И это Не от него Это от Бога Через таких людей Господь Бывает Возвещает Людям Волю Божию Даже О их будущем Такое Тоже Замечено Вот Поэтому Цель Этого Праздника Нам еще Еще Напомнить В чем Смысл И цель Нашей Христианской Жизни Вот к чему Мы должны Стремиться Не к тому Чтобы прозирать Будущее Оно собственно И так Известно Всех Нас ждет Хотите Пророчиться Болезнь И смерть Здрасте Что-нибудь Сказал я Новенькое А все Остальное Вообще-то Не важно А вот Это важно Как ты Будешь болеть И еще Важнее Как ты Будешь Умирать Вот Это задачка Очень Серьезная И христианская Вот В церкви Ты крестился Ты слушал Ты читал Священное Писание Ты пел Со всеми Царю Небесной Вот давай Чему тебя научили Ну-ка Че это ты в таком отчаянии Ты что-то новое узнал Нет Вот пришел твой час Вот давай Голубчик Показывай Чему ты за жизнь Научился Вот это важная Задача Наиважнейшая Ибо Конец Делу Венец Как говорят Начинают И заканчивают Работу По гениальности А в середине Тупая работа Это о живописи Но это вообще Ко всему Относится Вот так же И в этом художестве Которое есть Духовная Жизнь Вот надо стараться Несмотря на то Что нас Обуреваются Сомнения Какие-то Соблазны Постоянные Отличения Нужно потрудиться И научить себя Постоянно К ней Возвращать Благословение Господне на вас Таку благодатью Человеколюбие Всегда Непристо И во веки Веков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok